здравствуйте здравствуйте город киев здравствуйте город киев город фенекс соединенные штаты америки приветствую вас очень приятно у вас значок россия стоит да я общаюсь с россией я записываю ролики и выставляю в youtube я блогер классно а я в чат рулетку захожу иногда поднять себе настроение получается да вообще не с россией или в общении с другими странами ну россию ставлю себе ну и как что они вам говорят россияне очень нравится когда мне советуют как нужно жить какой нужно иметь внешность люди у которых за спиной ковер нет зубов и банка пива в руке да это это очень забавно да но я благодарю за это да поэтому я я я называю их недоразвитые мира сего ну зачем вот так так это правда это же не оскорбление это консультация факта потому что вот что такое развитие да это когда человек развивается и постепенно то есть улучшается гигиена что-то добавляется новые технологии лекарства и так далее а когда человек тормозит развитие или уходит в прошлое как например россияне в россии так это называется недоразвитость не в плохом понимании а в том что развитие не догоняется они хотят оставаться и жить в прошлом и не двигаться в будущее а скажите пожалуйста ну я так понимаю вы уже с опытом общения с ними хоть кто-нибудь из представителей других народов не вот попадались разные они действительно не знают своего родного языка много кто-то много людей не знают свой язык они говорят по-русски и намного хуже чем даже так жители не какую жителей украины вот украинцы не знают два языка когда они начинают говорить они украинцы там у них моего и так дальше я всегда говорю украинцы знают как минимум два языка от ч諸 кто знает два языка он уже больше в развитии получает для себя чем человек который знает всего hier язык это первое а во вторых люди многие в украине знают и украинские и русские лучше чем жители россии поэтому вот так это да я у них спросила правописание ожог глагола и существительного представляете никто не ответил я была удивлена но это для них слишком сложные слова ожог там или еще что-то им бы попроще я иногда спрашиваю их не ругаться матом и они не могут его вы можете вот они говорят хорошо давайте будем пробовать без мата и вот мы говорим-говорим и все равно не могут они не могут не использовать матные слова потому что для них это связка слов и без этой связки слов у них теряется мысль или я не знаю что там у них ну а как вы думаете вот ваше личное мнение что же является основа их величия как они считают ущербность первую очередь человек который внутри себя чувствует ущербным он хочет показать что он большего из себя может показать чем если самом деле то есть самое важное вот я часто говорю не не быть оказаться вот это очень важно для россии создать и битрину например построить крымский мост да если какой мост мы там уложили кучу денег он красивый а в россии есть куча мест где нет мостов где нет вообще никакой инфраструктуры люди переходят с одной с одного берега на другой до дощечки перекладывают сами для себя потому что ничего не строится или например в москве построить высотные здания сделать все вокруг москвы красиво кольцевая дорога и это все делается по примеру западного свободного мира потому что они копируют просто все что есть западной мире но при этом вся остальная россия это очень много чего на чем нужно работать понимаете и вот в этой недоразвитой то что я сказал вам да они смотрят что в украине если вы даже посмотрите выйдете и сравните деревню российскую деревню украинскую да то украинцы намного скажем так следят за всем что происходит вокруг а россияне россияне многим все равно им все равно что что их окружает как люди с ними общаются я смотрел недавно видеоролик один где показали разницу америки и россии вот один парень записал в америке и это правда я живу в америке уже больше 30 лет когда ты человеку может сказать просто проживаете штат аризона город феннекс это до аризона недалеко лас-вегас лос-анджелес вот в той стороне вот и показали когда здесь людям можно сказать комплименты сказать в очень сегодня хорошо выглядите да или мне нравится ваш костюм это нормально человек улыбнется скажет вам спасибо и такой же эксперимент сделали в россии вот идет женщина и говорят вы так красиво сегодня вы где она поворачивается с таким матом да пошел ты то есть вот 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 так люди обозленные люди недовольные всем тем где они живут но при этом они кричат мы великие мы всем покажем для их очень важно это величие казаться великим вместо того чтобы знаете когда спрашиваешь вы кем хотите быть счастливым да или великим для его до великим понимаете да нормально выберет счастье скажет я хочу быть счастливым первую очередь а как вы думаете придет когда-то сознание я думаю что в конечном итоге да почему потому что мы можем видеть на примере того что происходит в нашем мире потому что страны постепенно одна за другой догоняет цивилизацию цивилизация идет запада на восток и постепенно страна за страной постепенно постепенно самое важное то чтобы не было вот этих вот не до развитых мира сего которые имеют например ядерную дубинку да кстати там обезьяна с гранатой дали эту гранату на ее взорвет и даже не подумает поэтому очень важно чтобы люди внутри россии постепенно просыпались самое интересное знаете что вот есть люди грамотные образованные они знают как писать слово ожог они знают как формулировать свои мысли и при этом мы великие мы всем покажем понимаете а есть люди в россии наоборот которые закончили школу не очень хорошо которых небольшой словарный запас ну на русском языке но тем не менее эти люди понимают где добро и зло они знают и могут отличить и отделить скажем так зернышки да это хорошо вот это плохо не часто здесь я не говорят я когда я спрашиваю что такое хорошо что такое плохо не лет это абстрактно никто не знает что такое хорошо и что такое плохо понимаете я вам очень благодарна за ваши ответы может быть вы хотите у меня что-то спросить я вам могу только пожелать я общаюсь с украинцами желаю только самого-самого большого счастья радости это действительно крутой классный добрый очень хороший народ и люди очень добрые хорошие поэтому я вам желаю всего сердца самого-самого большого счастья чтобы украине была победа как можно быстрее спасибо вам большое украинского народа что вы нас поддерживаете мы вам очень благодарны и вам спасибо что вы поддерживаете весь остальной мир конечно спасибо вам большое спасибо хорош и и вас до свидания спасибо это украина люди в украине есть с разными взглядами разных каких-то политических партий до каких-то разных политических убеждений до вероисповедания может быть разное этническое происхождение может быть разное этих людей всех объединяет вот именно добрая страна вот эту добрую страну да какие-то недоразвитые мира сего решили уничтожить и очень хорошо что у них не получается и не получится поэтому друзья я вам как всегда всем желаю добра любви счастья благополучия понимания скорейшей победы и мира и мы с вами скоро увидимся пока украина